Друзья, всем привет! Сегодня хочу дать вторую жизнь вот этому цветочному горшку. Когда-то это был вазон на ножке, но в процессе небрежной эксплуатации ножка вдрызг разбилась. И осталась вот такая чаша. Хочу сегодня ее оплести искусственным ротангом. Предварительно разметила и просверлила в нижней и верхней части 24 отверстия. Расстояние от края ведра взяла 4 см, между отверстиями 4,5 см и в нижней части между отверстиями 1,5 см. Снизу хотела сделать отверстие, как всегда, на дне, но так как здесь трещина, рисковать не стала и сделала вот по такому бордюрчику. Видите, здесь остается такой бордюр, но за счет пузатости кашпу, я буду делать сегодня пузатик, я думаю, вот этот бордюрчик виден не будет. В плетении буду использовать два цвета, а именно для стоек я выбрала светлый ротанг. Посмотрите, пожалуйста, цвет его называется дюны. В меру жесткий, но я даже сказала ближе к мягкому. Сечение полутрубка и ширина ротанга 8 мм. Ну а основное плетение будет темное. Ротанг называется комета. В сечении его полутрубка и ширина такая же 8 мм. Для формирования стоек я отрезала лозу длиной 11 метров, складываю ее пополам и два хвостика вставляю в соседние друг другу отверстия с наружной части ведра. Протягиваю до конца и здесь снаружи у нас должна получиться вот такая петелечка, ну я называю ее стежок, как в шитье. А дальше одним хвостиком лозы я буду формировать стойки в одну сторону, а вторым хвостиком лозы, соответственно, в другую сторону. И про стойки сегодня без подробностей, так как хотелось бы остановиться уже на основном элементе сегодняшнего плетения, которое вы увидите позже. Вот так выглядят сформированные стойки. Они получились достаточно выпуклые, так как кашпу будет пузатым, как я и говорила. И оставшиеся хвостики лозы я закрепила в верхних стежках без каких-либо узлов. Это совершенно не нужно делать. И теперь лозы для основного плетения я буду вставлять вот в эти промежутки между петлями светлого ротанга. Я нарезала 12 лоз по 6 метров и 16 сантиметров каждая и вставила их в эти отверстия, как уже и говорила, между светлым ротангом. Получилось чередование петелек светлых и темных. Ну и вот уже с этого момента как раз и начинается основное плетение кашпу. Сейчас вкратце покажу, как я обычно начинаю оформлять дно ведра. Для этого я беру любую лозу, которая выходит, как всегда, из-под стойки. Над следующими двумя я ее кладу сверху и под третью стойку завожу вниз. Сейчас в следующую лозу беру, которая от меня с правой стороны, и таким же образом ее вплетаю. Из-под стойки она выходит. Над двумя следующими стоечками я ее сверху кладу. Вот над этими стойками сверху кладу и под третью стойку завожу снизу. Таким способом, друзья, я проплету только один ряд с шагом 2 через 1. Формируется при этом мини-жгутик, который и будет очень даже эстетично закрывать дно ведра. А уже основной периметр кашпу я буду проплетать стандартным методом с шагом 1 через 1. То есть лозу проплетать над стойкой, под стойкой, над стойкой, под стойкой. Я доплела до горловины кашпу. И теперь именно в этом месте хочу начать плести объемную косичку колосок. Беру любую лозу, смотрю из-под какой стойки она выходит. Раз, два, три стойки отсчитываю. И под четвертую ее завожу. То есть она ложится петлей над тремя стойками. Под четвертую внутрь заходит. Следующую лозу беру. Двигаемся при этом в правую сторону. Смотрим откуда выходит. Отсчитываем три стойки. Над тремя стойками ее кладем и под четвертую внутрь заводим. Подтягиваем, чтобы все плотно ложилось. Раз, два, три. Под четвертую лозу заводим внутрь. Дальше. Следующую лозу беру. Раз, два, три. Над тремя кладем. Под четвертую заводим. Так, друзья, смотрите. Теперь мы дошли до того момента, когда у нас из-под каждой стойки, из-под стойки выходит по две лозы. Не по одной, а по две. И нам нужно определиться, какой из них дальше мы будем работать. Выдвигая одну из лоз, мы видим, что одна делает петлю из уже сформированной косички. Ее не трогаем. А берем ту лозу, которая идет из основного плетения. Посмотрите, она идет из основного рисунка. Ей дальше будем работать. Снова отсчитываем три стойки и под четвертую заводим лозу. Дальше у нас опять из-под стойки две лозы выходят. Определяемся, какой будем плести. Та, что делает петлю сверху из косы, мы ее не берем. Отводим назад. И берем ту, которая из основного плетения. Три стоечки пропускаем, под четвертую заводим. И так далее, друзья, опять двигаемся в правую сторону. Вот они, две наши лозы. Делаем петлю, ее убираем. А та, что из основного плетения. Раз, два, три стойки пропускаем, под четвертую заводим. Так, друзья, мы дошли до того момента, когда из-под стоек остались уже три парные лозы. Практически до конца доплели. И теперь эти три парные лозы, а вот эта вот одиночная, это говорит о том, что мы практически дошли до конца. Их нужно заплести теперь немножко по-другому. Проверяем, какая нам лоза нужна. Та, что из основного плетения. Раз, два, три стоечки отсчитываем, под четвертую заводим. Но над этой четвертой стоечкой, раз, два, три, вот над этой четвертой стоечкой уже лежит лоза, которая формирует косичку. И заводим мы под стойку и под эту одну верхнюю лозу. Вот сюда, под стоечку и под лозу, вот эту верхнюю. Заводим. Следующая пара. Эту откидываем, она из косы идет. А эту из плетения, раз, два, три, под четвертую. И здесь уже две лозы лежат. Ну, там же дальше у нас коса формируется. Поэтому там уже лежат наши заплетенные в косу лозы. Под стойку и под две лозы. Протягиваю. Третья, последняя пара лоз. Это из косы не беру. А это из плетения. Раз отсюда выходит. Раз, два, три. Под четвертую стойку и под три следующие лежащие на ней лозы. Раз, два, три. Вот они формируют уже нашу косичку-колосок. Смотрите. Под стоечку и под три верхние лозы. Вот сюда внутрь. Вот изнутри она выходит из-под стойки. Все. И теперь смотрим, что из-под каждой стойки. У нас выходит по одной лозе. Все так, как и нужно. Теперь переходим ко второму этапу плетения нашей косички-колоска. Опять же, берем любую лозу. Смотрим, откуда она выходит. Отсчитываем раз, два, три стоечки. И под четвертую ее нужно продеть. Но уже пальчиком правой руки мы отодвигаем вверх все свисающие лозы. И сразу видим то место, в которое нужно продеть лозу. Вот сюда. Под все лозы и под первую часть, вот эту верхнюю часть косы. Продели лозу. И идем дальше. В правом направлении двигаемся. Смотрим, откуда выходит. Раз, два, три. Под четвертую стойку, поднимая все свисающие лозы, и видим, куда мы должны ее просунуть. Вот сюда. Под стойку под четвертую. Протягиваем. Все. Вот так она легла. Под косу легла. Следующая лоза. Показываю еще раз. Выходит из-под стойки. Раз, два, три. Под четвертую. И пальчиком поднимаем все свисающие лозы. Сразу видим, куда должна входить лоза. Вот сюда. Под под стойку. Здесь проходит основное плетение под стойкой. И над этим основным плетением и под косой мы должны завести лозу. Друзья, я надеюсь, вам понятно. Притягивая постоянно нашу косичку, чтобы весь рисунок ложился плотно. Давайте еще раз показываю. Отсюда выходит. Три отсчитали. Пальчиком подняли. И вот в этот промежуточек нужно продеть лозу. Мне кажется, понятно. Но все же легко. Опа. И продели. А дальше снова момент, когда из-под стойки начинают выходить уже по две лозы. И здесь нам снова нужно определять, какой лозой дальше работать. Все то же самое. Немного выдвигая лозу. Смотрите, сейчас покажу. Одна из лоз делает петлю вниз. Ее мы будем откидывать. Она нам не нужна. Ей мы не будем работать. Она уже плетет нижнюю часть косы. А вот эта лоза делает верхнюю петлю. Ее и будем брать. А эту убираем. Откидываем в левую сторону. И также протягиваем ее под четвертую лозу. Вот сейчас подробно покажу. Эта лоза делает петлю вниз, а эта вверх. Вот эту верхнюю мы брать и будем. И ей дальше будем плести. Вот она выходит. Отсчитываем три стойки. И под четвертую, и опять же, как я говорила, поднимая пальчиком все свисающие лозы, протягиваем под четвертую стойку. Еще раз показываю, друзья. Это нижняя петля. Мы ее не берем. А эта верхняя. Ей и будем дальше работать. Раз, два, три. Под четвертую и под все свисающие лозы. Вот в этот промежуточек ее вставляем. Еще раз показываю. Нижняя петля, верхняя петля. Ее берем. Отсчитали три стойки. Под четвертую и под все свисающие лозы. Вот сюда заводим лозу. И протягиваем. Завершая второй этап, мы снова дошли до того момента, когда у нас оказываются три последней пары лозы и одна одиночная. Сейчас покажу, как их нужно будет заплести. Снова проверяем. Это нижняя петля. Это верхняя. Ее и берем. Смотрим, откуда. Смотрим, откуда она выходит. Отсчитываем три стойки под четвертую. Поднимаем свисающие лозы. И здесь видим, друзья, это виточки, которые делают уже нашу нижнюю часть косы. Приподнимая лозы, нужно вставить следующую лозу под стойку и под вот этот вот виток. Смотрите, вот он. Вот этот виток. Вот он проходит. Следующий виток, следующий. Вот нам нужно отсчитать три стойки, вставить под четвертую и вот под этот свисающий виточек. Протягиваю. Дальше вторую пару лоз отбираю нужную. Эту отодвигаю в сторону. Смотрю, да, эта лоза нам нужна будет. Раз, два, три. Поднимаю свисающие лозы. И под четвертую стойку и уже под два вот этих витка. Нужно просунуть лозу. Друзья, вот туда внутрь, именно под стойку. Просовываю лозу. Так, и осталась крайняя парочка. Вот эта лоза нам нужна. Отсчитали три стойки под четвертую. Свисающие подняли пальчиком. И здесь уже три витка, вот эти видны, проходят. Вставляю под стойку, над которой проходят три витка, формирующие косу. И снова видим, как из-под каждой стойки у нас выходит по одной лозе. Это говорит о том, что мы закончили второй этап и все сделали правильно. Теперь переходим к третьему этапу плетения косички колоска. Он самый легкий и быстрый. Начинаем с любой лозы. Смотрим, откуда она выходит. Отсчитываем раз, два, три. И под четвертую ее заводим. Здесь уже просто сверху ее кладем и все. Протягиваю. Следующую. Дальше двигаться будем в обратную сторону. То есть не в правую, как два этапа, а в обратную, в левую сторону. Так, следующая лоза. Смотрим, откуда выходит. Раз, два, три. И под четвертую стойку сверху заводим. То есть она ложится сверху, поверх основной косы. Следующая лоза. Раз, два, три. Под четвертую стойку заводим. Это самый легкий этап. Подтягиваем плетение, чтобы не было рыхлым. Раз, два, три. Под четвертую стойку заводим. И так все 24 лозы, друзья. Крайняя лоза. Вставляю ее под четвертую стойку. Вот и все. Вот такую косичку колосок мы сегодня с вами сплели на таком объемном кашпо пузатики. Ну, сейчас, пока еще горловина не закрыта, коса выглядит, может быть, рыхло. Вот когда я сейчас все стойки, вот эти торчащие, закроем обычным плетением с шагом один через один. Вот. И тогда вы посмотрите, коса будет выглядеть совсем по-другому. Она действительно будет как колосок. Тут уже, друзья, ничего сложного. Я в прошлых своих роликах уже показывала, как заплетать горловину. Делаю это простым методом, как и плела весь периметр кашпо. То есть из-под стойки лоза вышла, над стойкой прошла, под следующую я ее вставила. Показываю еще раз. Вот из-под стойки выходит, над стойкой над этой пройдет и под третью стоечку заходит. И так все торчащие стойки нужно до конца проплести с шагом один через один. И в итоге должно получиться то же, что и у меня. Посмотрите, пожалуйста. Горловина оплетена полностью. И смотрите, как коса выглядит. Я же говорила, как только завершим плетение, то все встанет на свое место. Получился вот такой пузатик и объемная косичка-колосок. Друзья, я плела кашпо с расширителями. Не показывала вам, но все уже вы прекрасно знаете, что кашпо пузатое плетется с расширителями. Их я не удаляла. Так там внутри в плетении и оставила. Теперь остался заключительный момент спрятать вот эти вот кончики. И, кстати, посмотрите, какой длины они остались. Совсем короткие. Заправлять буду не как обычно, через две стойки под третью, а через одну под вторую. Сейчас поверну по-другому кашпо. Смотрите. Вот хвостик, который я сейчас хочу заправить. А этот хвостик правой рукой отодвигаю вниз. И вот под эту стойку и внутрь плетения хвостик прячу. Оп. Вот так. Вам понятно? Смотрите еще раз. Этот хвостик отодвинула, а левой рукой вставила. Правой отодвигаю, левой вставляю под стойкой и внутрь плетения. И вот так вот они ложатся, как косичка. Правой рукой хвостик убираю, левой вставляю под стойкой и внутрь плетения. Отодвигаю. Отодвигаю. Вставляю под стойку, внутрь плетения. Под стойку, внутрь плетения. Последние два хвостика вставляю под стойку и внутрь плетения ушел. Все, друзья. Это был заключительный этап. Посмотрите. Все хвостики спрятаны. Стойки не торчат. Узлов нигде никаких нет. И вот такой пузатик. Ничего сложного. Друзья, как вам сегодняшняя косичка-колосок, да и само кашпо в целом? Внутри никаких узлов. Все ровно. Замочки закрыты. Горловина аккуратная. Коса-колосок аккуратная. Мне очень нравится. Дно покажу. Вот этот, помните, бордюрчик, я говорила, его не видно. Здесь начало плетения на донышке. Тоже как мини-жгутик. Ровное дно, устойчивое. И вот такой пузатик в итоге получился. Друзья, всем, кому понравился сегодняшний ролик, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Не жадничайте. Мне это очень приятно. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Пишите, может быть, свои советы. И на сегодня все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok